добрый день сегодня как видите выбралась я на прогулку извинитесь я буду у вас немного болтыхаться так как прицепила я камеру на ветку достаточно хлипкого дерева вот и ветерочек присутствует ну так вот как видите у нас такие вот тучи я вообще очень люблю такую погоду я хорошо себя чувствую перед грозой я очень замечательно себя чувствую в грозу грозу я не боюсь ну конечно в грозу в дождь никто не любит оставаться на улице ну в общем то я знаю что люди некоторые прям паникуют стрессует я нет я люблю грозу и так немножко предисловия и несмотря на такую погоду я поехала кататься не только потому что я люблю грозу а просто я сейчас посмотрела видео и как бы видел о том что не надо ничего откладывать я на этой неделе не каталась даже не точно на неделю же как бы на неделю не каталась на велике в понедельник я че-то подустала во вторник я делала видео на заказ монтировала там ролик маленький а потом в среду я делала своей дочке шапку на youtube она открывает у меня канал пока там еще нет видео поэтому пока ссылки я давать вам не буду но дам ее обязательно потом канал не будет тематически посвящены бисер плетению так что ждите анонс вот и сегодня тоже что-то уже так знаете легла так немножко придремала даже потом думаю нет на один давай покатайся хотя бы там чуть-чуть и о чем бы я хотел поговорить я недавно выпустил видео про веронику степанову и андрея петрова я не буду продолжать развивать эту тему хотел поговорить о комментариях которые мне оставили любители андрей петров мне кстати говоря интересно почему вот именно женщины с такой яростью прямо защищает андрея петрова хотя он как бы можно сказать не их чашкой чаю только если как подружка ну ладно оставим эту тему так как я сама подписана антона с но говорите хотел о другом одна из значит любители андрея петрова говорит что я то есть я такая последовательница вероники степан не последуйте как же она стала ну типа что вероника степанова для меня является кумиром я и конечно в комментариях ответил но хотела бы как бы и эту тему немножко развить дело в том что я вообще то есть у меня вообще нет кумиров и нет каких-то незыблемых авторитетов уже давно может быть даже всегда считаю вообще если человек как-то слепо верит кому-то другому как-то секты попахивает да и вообще как-то ну не знает для меня это чуждо это не значит что я не прислушиваюсь никому у меня есть конечно люди которые являются в каких-то например областях для меня авторитетными но опять-таки это не значит о том что я вот слепо и сугубо только смотрю на их мнение то есть я стараюсь черпать мнение от других людей ну не то что не мнение а какой-то их не опыт или какие-то мысли это обогащает мой внутренний мир но то чтобы я вот найти если этот человек сказал что на черное это белое я должна нет но раз он сказал все это белое потому что я его люблю у меня такого нет то есть я всегда стараюсь включать голову и когда то мне человек интересен потом он может быть мне не интересен в чем-то я могу быть с ним согласна в чем-то я могу быть не согласна я больше вам скажу я могу быть подписана или слушать людей с которым я вообще не согласна но они мне по каким-то причинам интересны это обогащает как я уже сказала мое значит мировоззрение мое мнение и опять таки еще по поводу многие могут сказать ну ты как флюгер там вы как час меня камера болтается я считаю что умный человек таким я хотел бы себя причислять он в принципе за свою жизнь меняет мнение то есть наше мнение не может оставаться неизменным ну на разные какие-то области потому что мы живем жизнь мы подчеркиваем какой-то опыт мы осмысливаем что-то или переосмысливаем и под действием многих факторов наше мнение может меняться и даже должно я бы сказала меняться это не значит что если я в святого что-то верила а потом разуверила что я такая вот это не постоянно это вообще не об этом поэтому я хочу сказать с людьми которые вот такие вот убежденные знаете как учительные сектанты с ними бесполезно я бывает конечно вступаю с ними какие-то комментарии но это когда у меня есть такой знаете и бывает мне такое настроение с кем-то поцепляться кстати говоря сейчас достаточно редко раньше чаще а так в принципе я стараюсь переубедить вот таких вот людей которые вот в чем-то убеждены которые вот знаете вот прям это против логики идут вот вот просто вот так и все и не иначе такие вот знаете полярных это белое это черное и по-другому никак я люблю петрова молодец он вот чтобы он не сделал все равно молодец например но это не только с андреем петровым и там с любыми людьми для меня это свидетельство скудности ума скудности ума и может быть отчасти иногда молодости знаете молодость у нас бывает юношеским максимализм когда у нас какие-то суждения у меня тоже такие были сейчас я смотрю на себя в том возрасте я понимаю что иногда мне как бы смешно мои некоторые суждения то есть понимаете иногда это невозможно кому-то объяснить это нужно просто прожить и молодому человеку и человеку которым юношеский максимализм это и не нужно ну то есть вот знаете как их вам сказать но вы же не станете разбеждают ребенка что нет дед мороза уверен человек дед мороз ну ладно пускай верит придет время он перестанет верить вот это вот что-то сродни этом на этом до скорых встреч всем кармы а я поехал кататься